Доктор-травматолог Первое слово здесь, наверное, все-таки каникулы. По аналогии с летними каникулами дети становятся предоставлены сами себе, уходят из-под контроля родители, так как у них больше свободного времени. А родители, в свою очередь, отвлекаются на предновогоднюю суету, на свою работу, тем самым дети уходят из-под их контроля. И в эти моменты чаще всего как раз несчастные случаи и происходят. В большей своей части, да. И характер, специфика травм, хоть и новогодние каникулы, но практически не отличаются от летних. Это ушибы, ссадины, переломы верхних конечностей, луч в типичном месте, сотрясения. Единственное, что можно отметить, это в период новогодних праздников, фейерверков и тому подобное, травмы, связанные с пиротехникой. Это будет второй пункт в нашем списке, да? Пиротехника. Как скажете. Наверное, будет правильнее считать, что детский травматизм с пиротехникой – это целиком их вина, так как подобные вещи должны обязательно делаться под присмотром взрослых с качественной пиротехникой, которая куплена в специализированном учреждении, либо месте. Хотя и это не дает полной гарантии правильной работы той же хлопушки или петарды. Поэтому детский травматизм, что касается петарды, это целиком на плечах взрослых. Сергей Петрович, а я еще слышала, что новогодний стол может быть причиной детских травм. Что это имеется в виду? Позавчерашний оливье или что-то другое? Ну, меня как травматолога больше интересует вопрос, наверное, подготовки к этому новогоднему столу, потому что опять же в этой суете люди взрослые не успевают следить за своими маленькими обитателями дома. Ставят определенную посуду не там, где надо, ставят овощи, фрукты, что они там варят, готовят, я не знаю, на ближней комфорте. Тем самым ребенок может задеть, схватить, облиться кипятком. Да, так точно. Разбить какую-нибудь стекляшку, посудку, порезаться. Поэтому нужно все-таки... То есть если дома ребенок, накрываем стол поближе к центру, чтобы не было. И, наверное, без скатерти, чтобы не тянул на себя. Ну, смотря какого роста ребенок. Если маленький, то когда скатерть застанет, то, наверное, да. Вот. Но в первую очередь, еще раз говорю, это, наверное, все-таки термические ожоги, которые связаны вот именно с кипятком, с тем, что опрокидываются с края стола, либо с плиты. Поэтому дальние комфорки, пожалуйста, выбирайте при готовке. Вот. И следите за маленьким чадом, чтобы не схватило ничего подальше от края. Елка новогодняя может быть тоже вот таким вот фактором травматизма? Какие-то игрушки, которые бьются, может... Ну, естественно, дети, они ведь как котята. Ёлка сверкает, красивая такая, хочется подойти к ней. Забудутся. Игрушечки поддергать, да, на ёлочку-то опереться. Поэтому, если ребенок в том возрасте, когда он, грубо говоря, только встал и исследует мир, вот, то для него это представляет опасность определенную. Игрушки использовать не бьющиеся, слава богу, сейчас таких хватает. Вот. И желательно лампочки какие-то без высокого-то напряжения, не в 220, а от батареечек или что-то в этом роде. Сергей Петрович, спасибо вам большое. Всего вам доброго. Вот такой у нас получился хит-парад опасностей. К сожалению, не песен, и тем не менее, вот, по вашим словам, можно сделать вывод, что всех этих опасностей можно избежать. Только в том случае, если взрослые подарят своим детям свое внимание и время, тогда все будет хорошо. Безусловно, с вами согласен. Всего вам доброго. Спасибо.